Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск разговоров по пятницу, Casual Fridays. Я хотела бы сегодня задать в вопросе Раджане Дугарде Понте о прошедшем недавно в шестом форуме свободных народов в США, в котором Раджана выступила с докладом от нашей организации Бурят Монгол Архетен. Здравствуйте, Раджана! Здравствуйте всем! Вот, казалось бы, совсем недавно я тебя спрашивала о прошедшем форуме в Брюсселе, который был организован Европарламентом, и вот уже сейчас прошел форум с подобной тематикой уже на американском континенте. Вот, ты вот только вчера вернулась, правильно? Нет, вернулась я еще вечером в пятницу, но так как, да, это было мероприятие на четыре дня, практически полных четыре, некоторые даже пять дней провели на этом мероприятии, то, конечно, очень много событий произошло, очень много встреч, и требуется время, чтобы все улеглось. Да, я поэтому хотела бы по свежим следам, так сказать, поспрашивать тебя. Конечно, очень интересное и такое интенсивное мероприятие, и вот, поскольку я сейчас вспомнила европейский форум, тогда скажи, пожалуйста, в чем было главное отличие? Дело в том, что у тебя немножко, видимо, перепутались эти события. Я была в Риме на европейском павильоне, это скорее культурное, да. Правильно, правильно, а в Брюсселе была Марина. Да, да, да. Вы прямо, да, фестивали типа по форуму, что у меня действительно все перепуталось. Ну, да, судя по тому, что Марина говорит, что вот, ну, европейский, вот этот пятый форум в Европарламенте, он был, конечно, можно сказать более торжественный, но потому что все-таки, да, уровень места, да, там действительно присутствовали лично европейские политики, такие как, например, Анна Фатыга, но так как в Европу это все-таки, да, с логистикой легче. В этот раз европейцы многие просто участвовали в Зуме, но тем не менее, онлайн я имею в виду, но тем не менее, был очень представительный форум именно тем, что там на нем присутствовали очень многие эксперты. Экспертное сообщество было представлено очень хорошо, присутствовал Януш Бугайский, это, в общем-то, один из самых ведущих, из ведущих аналитиков, который написал, например, книгу о распаде России «Fail State», и также Пол Гоббл, но он очень известный аналитик, он ведет блог, который называется «Окно в Евразию», и там он, я свое имя в этом блоге начала замечать вот за, ну, я не знаю, 10 лет, меньше, чем 10 лет назад, но вот примерно вот в это время, начиная там с 2012-го, по-моему, года, и для меня было просто удивительно, как этот человек вот так скрупулезно собирает информацию со всего этого евразийского пространства, из различных регионов России, он писал вот обо всем, что происходит, об активистах, о протестах, ну, аналитику делал, ситуации разбирал, и это, ну, просто было удивительно, вот, он также, но он не присутствовал лично онлайн, так как он уже человек пожилой, вот, и также мы увиделись там на этом форуме с Василиной Орловой. Да, с которой недавно только что, да, мы недавно, да, недавно у нас был эфир, были разговоры по пятницам, а тут мы увиделись лично, это было очень, ну, очень, ну, очень тёплые были разговоры, и, естественно, да, нужно больше таких событий. Да, конечно. Нет, ну, выгляделы действительно очень круто. Первый день был в Вашингтоне, да, в столице, потом в Филадельфе, в городском холле. Да, второй день был также в Вашингтоне, тогда второй день были, были дебаты, вот, и затем третий день был такой ознакомительный, и также подписание Хартии, это было в Филадельфии, в городском совете, в Сири Холл, и затем последний день в Нью-Йорке, в Украинском институте Нью-Йорка. А кто был организатором мероприятия? Ну, организаторы были, ну, в основном, так скажем, организаторы были из Украины, так скажем, то есть основные организаторы. Ну, и, естественно, да, естественно, они опираются, например, в Европе, когда что-то организуется, то тогда там, видимо, совместные усилия европейских политиков, украинской диаспоры. Что касается Америки, здесь, в общем-то, с американской стороны также помогали, видимо, представители как раз Украинского института, американского, и, ну, естественно, те люди, которые, например, нас принимали в Гудзеновском институте, в Вашингтоне. Понятно. Ну, конечно, если бы не было столько заинтересованных организаций сторон, конечно, не было бы возможно провести такое мероприятие. Действительно, эта тема, которая еще недавно казалась, ну, такой необычной, да, сейчас уже становится практически мейнстримовой. Я так поняла, что следующий форум будет уже в азиатском континенте проходить, в Японии. Я видела такой анонс. Ну, фактически уже вся мировая публика участвует в этой дискуссии. Что будет после войны, что будет с этой страной, потому что становится уже очевидным, что она не будет существовать в том виде, в котором существует сейчас. Раджана, а какую главную мысль ты хотела донести в своем выступлении? Какая у тебя была главная цель? Главная цель выступления состояла в том, чтобы показать, что Бурятия обладает потенциалом и обладает возможностями для обретения независимости. То есть вначале я, естественно, обрисовала ситуацию нынешнюю, почему она сложилась таковой. Я начала вообще выступление с того, что выразила благодарность, естественно, за организацию этого мероприятия, за приглашение, и сказала о том, что в свое время Вудро Вильсон приветствовал создание независимых государств, новых независимых государств в Восточной Европе, и поэтому в Восточной Европе он считается героем. Например, в Варшаве, в центре Варшавы есть площадь, называется площадь Вилсона, ну, по-польски будет Плац Вилсона. Вот, есть в Чехии, например, памятники, памятник ему был открыт вот на вокзале, и просто тогда вот эта ситуация также воспринималась. То есть в любой исторический момент, когда происходит слом старой системы, естественно, вот новые государства, возникающие, они не всегда приветствуются, так скажем, потому что очень много страхов, вот, много страхов о том, как это будет, то есть люди уже привыкли к старому, да, что вот, ну, что-то работало, да, вдруг будет хуже, вдруг будет хаос, вот, но тем не менее в такие моменты очень важно иметь союзников, могущественных союзников, таких, как, например, Соединённые Штаты Америки в своё время, которые поддержали создание этих новых государств. И я думаю, что вот сейчас, вот, когда, ну, например, когда я ответила на вопрос, кто стоит за организацией, я думаю, у украинской стороны очень ясные, сейчас такие вот, очень ясная картина того, что они должны сделать, чтобы обезопасить себя в дальнейшем от каких-либо атак с Востока. И единственное решение – это поддерживать, поддерживать стремление к независимости у субъектов, которые должны будут возникнуть на этом пространстве. И то же самое, вот, Украина, она не единственная в этом понимании, поэтому, например, европейские форумы проходило уже, прошло уже пять форумов в Европе, и такие страны, как Польша, как Балтийские страны, как Чехия, они очень хорошо понимают ситуацию Украины, потому что они сами в своё время были в этой же ситуации. Поэтому мы находим больше понимания пока вот именно у партнёров, например, из Восточной Европы. Вот, ну, а что касается моего выступления, там я просто сказала, что о том, какие у нас экономические есть предпосылки для того, чтобы построить успешное государство, о том, что у нас есть ресурсы, и о том, что мы планируем построить добрососедские отношения с нашими соседями, и что мы над этим работаем, Лиги Свободных Наций в том числе. Вот, естественно, когда возникают новые государства, они должны прежде всего заключать договоры о сотрудничестве, о мирном сосуществовании со своими соседями. Естественно, мы обязательно такие договоры составим, и чтобы обеспечить безопасность нашего нового государства и наших государств. вот, ну вот, в этом общий посыл был. Понятно. Ну, я думаю, что на Западе тоже дозрело понимание того, что в том, что Советский Союз недоразвалился тогда, это оставило очень много проблем, которые вот сейчас вылились в такой ужасной форме, и что сейчас, и что на этот раз они будут уже учитывать опыт предыдущих ошибок со своей стороны тоже, и будут в этом нам уже помогать, а не препятствовать. Вот, по поводу этого вопроса, который тебя задали насчет поддержки, я так, для меня это прозвучало немножко как опасение, что у нас вот какие-то вот это движение полностью, оно, ну, за рубежом, и он хотел бы узнать, насколько у нас нас поддерживает само население. Вот, и нам действительно, наверное, нужно каким-то образом, вот, это я больше обращаюсь уже к нашим слушателям, что нам нужно, нам нужны больше каких-то признаков того, что само общество тоже к этому готово, и не только вот группы за рубежом и активисты, а что население тоже готово. И я думаю, что если они это увидят, то тогда эта поддержка будет в полной, в полной мере. Я думаю, что когда наступит этот час, люди проснутся, и это произойдет, в принципе, вот одномоментно. Так же, как, например, начались протесты, например, в 2019 году, да, ведь тысячи человек пришли на митинг. Вот, люди пришли, это был еще митинг, который разрешили в парке, а ведь до этого люди приходили на площадь Советов, где их разгоняли силовыми методами, и они не боялись этого. Дело в том, что сейчас просто очень много, мне кажется, у людей просто дезориентация произошла. Люди не знают, очень много есть людей, на которых подействовала пропаганда, да, и есть люди, которые не думают так, но они думают, что вот, ну, нас не так много. Очень много людей, на самом деле, мы даже не представляем, сколько людей выехало. Да. Вот сейчас мне рассказали, вот в Нью-Йорке, да, мы встретились в последний день, вот приехали наши земляки поддержать нас, были также другие участники, был доклад, например, Туяны Будаевой, был доклад Ленчина Гамбоева, мы там все познакомились, и потом еще другие люди приехали, вот, и это было так приятно вообще, что как будто вот частичка Бурятии. Мне рассказали, что на самом деле, оказывается, в Нью-Йорке есть целые дома, где вот, ну, многоквартирный дом, и там живут одни Буряты. Ну, не многоэтажный, естественный дом, а просто есть же такие там в Америке небольшие многоквартирные дома. Вот там вот уже как бы суперинтендент, да, их называют супер, они уже как бы привыкли к тому, что вот Буряты будут здесь жить, они живут все, вот, уже люди готовят и продают замороженные бузы. То есть несколько лет назад я была в Нью-Йорке на Сагалгане, я еще тогда поразилась, это был 2019 год, в феврале, да, перед самым ковидом, я просто, я не ожидала, что будет так много людей, но после вот этого 2019 года тысячи людей приехали. То есть вот я недавно слышала, что, ну, даже такие, такие вот, такая информация есть, что вот чуть ли не половина населения Бурятии, Бурятского, да, то есть сколько бурят в Бурятии, там, двести, ну, тысяч, да, примерно, что вот можно сказать, вот в разных странах, да, мира сейчас находится примерно половина этого. Ну, я не знаю, насколько это так, но просто вот последний год исход из Бурятии был просто катастрофический. И особенно он усилился, естественно, после объявления мобилизации. Ты же сама знаешь, сколько человек сейчас в Мексике, да, находится. Да. Вот. Ну и вот, и мне понравилось, кстати, вот как Ренчин Гамбоев в своем докладе сказал, что, да, действительно, ты сказала, что Советский Союз, он не... Не дораспался. Не дораспался. Вот он как раз сказал, что в свое время Советский Союз напал на Польшу вместе с Германией, да, то есть Вторая мировая война началась именно с этого, с того, что Германия напала на Польшу, а затем к ней присоединился Советский Союз. Но так как затем Германия напала на Советский Союз и таким образом Советский Союз вступил во Вторую мировую войну уже с другой стороны, и затем мы одержали победу, да, то Советский Союз не был наказан за эту агрессию. И поэтому вот это сейчас вот происходит снова и снова, потому что вот, например, Германия была наказана, Япония была наказана за агрессию, а Советский Союз не был, а Россия является как раз-таки правоприемницей Советского Союза. Да, уроки исторически не проработаны, да, и уроки неизвеличены. Ты сказала, что вот можно сказать одним из хайлайтов мероприятий были дебаты, и в своем кратком отчете ты упомянула, что аргументы в пользу поддержания федерации были, звучали более бледно и слабее по сравнению с аргументами за, в смысле, против. Кстати, Гурятина на этих дебатах представляла Зарикто Табаев, он как раз приехал из Нью-Йорка, Зарикто Табаев, кто он? Он представитель Тузгар, Бурятина, Монголия, да, и он приехал из Нью-Йорка, чтобы выступить на дебатах, и он очень достойно представил Бурятию, его аргументы звучали очень весомо, вот, ну, то есть, тоже очень спокойно, хотя это для него, он сам сказал, что это вот, он в первый раз участвует вот в таком формате, тем не менее, все очень хорошо прозвучали вот эти вот доводы о том, что Бурятия вполне может быть независимым государством, независимой страной. А вот, что касается вот первой части дебатов, там как раз говорилось о том, что, ну, что мы будем делать, как мы можем безопасность этого пространства обеспечить, что будем делать с ядерными вооружениями, вот, и там, например, сторонники независимости говорили о том, что, если, даже если останутся эти ядерные вооружения, да, в тех местах, где они есть, будет легче, легче будет справиться какими-либо, ну, например, если кто-то захочет применить, обезвредить, то, ну, как бы, вот этого диктатора, мини-диктатора можно всегда обезвредить, вот эту угрозу можно легче обезвредить, чем если вот все эти вооружения находятся в руках одного маньяка, да, какими является Путин, вот, а я же, как бы, ну, когда вот из зала можно было задавать вопросы и отвечать, то я вот высказала такую идею, что почему никто не говорит о том, что должна произойти денуклеаризация России, России, и вот во всех этих постгосударствах должна будет пройти денуклеаризация, и вот Пономарев затем сказал, а вдруг там кто-то захочет отдать, а кто-то не захочет отдать, и я сказала, что вот Бурятии, да, мы знаем, что они у нас есть, и они нам не нужны, и вот я просто сказала, что это денуклеаризация, отказ от ядерных вооружений должен быть, должен пройти в обмен на международное признание нового государства, я думаю, любое государство новое, да, будет заинтересовано в международном признании, да, такое должно быть условие поставлено, обязательно, демилитаризация, денуклеаризация, какие для себя ты важные знакомства вынесла после форума? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что вот Zoom, да, и вот онлайн общение, оно подготавливает к реальной встрече, так было интересно, вроде бы в первый раз увидела и Василину Орлову в реале, и Батра Барамангнаева, такое ощущение, что я их уже давно знаю, так как мы уже общались, да, вот, но также вот, например, я думаю, что важный контакт был с Янушем Бугайским, Затем хочу также подчеркнуть, что вот не подчеркнуть, а просто сказать, что вот участвовал также представитель Австрии, который был также на европейском павильоне, значит, чтобы не перепутать, Гюнтер Феллингер, то есть я знаю, что Гюнтер, да, но Феллингер все время забываю, он просто замечательный, он нас всеми силами поддерживает, он говорит фри бурятия, он президент Австрийского комитета по членству в НАТО, что значит фри бурятия, за членство, он нас не путает? Извини, я тебя перепила, он нас не путает с фри бурятия, ты сказала, фри бурятия. Нет, 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 он говорит, нет, независимая, да, интерпендент. Нет, нет, он, да, то есть на пятом форуме было мини-интервью с ним, Марина делала, и вот в этот раз он все дни, вот он, то есть он выделил это время, прилетел, вот и он с самого начала с Вашингтона до Нью-Йорка он пробыл на этом мероприятии, ну то есть он председатель, президент комитета, который добивается включения вступления Австрии в НАТО, а также вступления таких государств, как Украина, например, в НАТО. Вот, и я думаю, что это очень важно. Также вот я бы хотела отметить знакомство с представителем Ингушского комитета независимости, это Магомед Тариев, вот, он очень ярко выступал, также он выступал на дебатах, наверное, многие отметили, да, очень важное было знакомство участников, кто вообще отбирал, по каким критериям, и потому что ты тоже упомянула, по-моему, что есть какие-то очень довольно странные организации, странные субъекты, которые вот тоже добиваются независимости, я не знаю, не будем называть имен, но как бы, да. Ну, я, вот, что касается различных организаций, которые занимаются этим, то, в принципе, нужно, наверное, просто отделять зерна от плевел, просто, если, например, Кенигсберг добивается независимости и хочет стать независимой Балтийской республикой, то, ну, да, действительно, наверное, у них есть право на это, то есть у любого народа есть право на самоопределение, даже если этот народ появился там, в этом месте, там, 50 или 70 лет назад, вот, то есть таковы нынешние реалии, мы не можем изменить, да, мы не можем снова как бы выселить этих людей и заселить их немцами, немцы сами не захотят туда приехать, но если люди, которые сейчас там живут, не хотят быть частью огромной страны монстра, то это их право, другое дело, что вот в любой организации могут оказаться, например, провокаторы, могут оказаться случайные люди, да. Понятно. Ну, как говорится, время покажет, и само общество, да, какое-то общество себя проявит, и где-то это так и останется, просто, таким проектом, да. что касается, да, я могу сказать, что вот как приглашают участников, во-первых, многие участники как бы переходят из одного форума на другой, особенно это касается тех участников, которые, например, в зуме, то есть онлайн принимали участие, то есть я сама принимала участие, например, по-моему, третьем, на третьем форуме, который был организован в Праге, то есть я онлайн принимала участие, делала доклад об истории бурятского национального движения, также, например, я знаю, что некоторые члены лиги принимали участие онлайн, особенно те, которые находятся в Европе, естественно, не могли прилететь, вот, затем вот те участники, которые, например, вот участники, например, вот те, кто участвовал в Европе, да, в форумах, я знаю, что к ним обращались организаторы и просили рекомендации, чтобы они давали рекомендации вот участникам, которые живут, например, в Соединенных Штатах, вот, и таким образом, я думаю, по рекомендациям этих старых проверенных участников появились какие-то новые докладчики. То перед бурятами, перед бурятами особенно вот нами, кто сейчас находится за границей, особенно вот многочисленные диаспоры в США находятся, да, в том же Нью-Йорке. Я думаю, нам нужно как-то больше солидаризироваться, я думаю, что нам нужно как-то организовываться и действовать, потому что сейчас многое зависит от того, как мы сможем организоваться, сможем ли мы эффективно действовать, и поэтому вот сейчас всё зависит от нас. да, время ускоряется, вообще действительно, и процессы ускоряются, я уже начинаю путаться на мероприятиях, и да, но с другой стороны, некоторые процессы невозможно ускорить, вот. Я вот как раз сегодня увидела статью, я ещё не успела, вернее, лекцию не успела даже открыть, послушать, о том, что деколонизация и национализм это совершенно разные стадии, разные понятия, вообще разные явления, и если мы уже националисты, да, мы уже чётко знаем, какие у нас интересы у нашего народа, как бы у нас есть видение и так далее, то у нас ещё многие люди находятся вот как раз на этой стадии колонизированности, да, сознания, что их сначала нужно деколонизировать, вернее, им сначала нужно вообще осознать, что есть у них такая проблема, что они манкурты, да, и потом захотеть как бы выйти, да, осознанно пройти этот процесс, и потом уже перейти к стадии вот этого здорового национализма, ну, вот, политического, и уже как бы что-то делать в собственных интересах, в интересах собственного народа, но с другой стороны, да, все эти процессы, они важны, и всеми процессами нужно параллельно заниматься, а нам, да, а нам нужно в диаспоре уже объединяться. Спасибо, Раджана, я думаю, что очень интересно, это были впечатления о форуме, теперь уже будем ждать вот всех статей, сейчас, наверное, будут все там вас или критиковать, или там хвалить, будет очень много разных материалов от тех, кто поддерживает, и от наших оппонентов в том числе, и, а также видео, конечно, вырезки, потому что сейчас они пока такие еще сырые, думаю, будут еще более качественные, вот, а пока я обязательно выложу у нас на канале ссылку на твое выступление, пожалуйста, смотрите, наши друзья, все, до следующей недели, до следующей недели, всего доброго, всего доброго, пока,